Вой ветра рвет душу, пронизывая холодным кладбищем. Это место помнит слезы матери и кричит ее вопросом к небесам, почему все так. Здесь наступает осознание, ведь все могло быть иначе. И этих, если бы, материнское сердце найдет с десяток. Здесь нашло последний приют юное сердце, которое хотело любить, творить, быть услышанным. Но по какой-то причине в один момент выбрала наркотики. Эта девушка не встретила своей 18, не дожила месяц. Что творилось в ее душе? Что происходит, возможно, в эти минуты с другими подростками? Что ищут они в наркотиках и что, в принципе, в их головах после дозы? Когда наступает та самая точка невозврата? В этом фильме не выдуманы истории реальных молодых людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Скромные стены спортзала, еще советской архитектуры и весь антураж заведения закрытого типа. Мы в спецучилище в Могилеве. Андрей не прячет лицо. Нет. Но сильно переживают за маму. Что скажут соседи, знакомые, если увидят его здесь? Это был обычный день в школе. Мой одноклассник, это мой друг, он уже употреблял ранее. Он принес с собой в школу, употреблял там. На перемене мы были в туалете вдвоем. Учителя, мне кажется, многие даже про это не знают. Он при мне начал употреблять, предложил мне сначала отказался. На следующем перемене я сам у него попросил. Ну так вот я первый раз попробовал, были какие-то странные ощущения. Он попробовал то, что наркоманы со стажем называют химией ада. И пройдя через все чертоги своего сознания, не советуют пробовать никому. Понимают, это яма, из которой самому не выбраться. Это соли, наркотики с тяжелейшим составом, мощные синтетики, выжигающие изнутри. Одновременно могут вызвать эйфорию, приступ счастья и дикого страха. Врачи называют соли окном в мир психических расстройств, отрезвев редко кто помнит о своих приключениях, как, к примеру, вот этот молодой человек, гулявший голым по ночному Минску. Соли, альфа-ПВП, мифедрон – это именно те наркотики, что правоохранители изымают чаще всего у задержанных, включая несовершеннолетних. В этих свертках, возможно, и чья-то смерть. Только представьте, 50 тысяч доз, тайники в разных местах страны, и это особо опасные психотропы, которые приехали конкретно под белорусский рынок. В чем заключалась ваша работа? Забрать посылку с леса и привезти в город. В город Витебск? В Витебске, да. Озвучен и наркомаркет, что мощным ударом проделала брешь в его репутации. Даркнет в тот же день разнес новости – этому магазину доверять нельзя. Скорпион запустил жало в молодежь Белоруссии и России. Речь идет о психотропах, которые предназначались именно для внутреннего рынка. То есть это не транзит, это не то, что ушло бы через нас на территорию Российской Федерации. Все это должно было распространяться здесь. Но и с точки зрения бизнеса, чтобы вам уже совсем интереснее были прогнозы, какие цена на наркотик и психотроп возрастет, и на некоторое время продажи у этих магазинов упадут. То есть это тоже своеобразный результат нашей деятельности. 48 килограммов и 2 миллиона долларов, выведенных из оборота наркошопа. Ряд уголовных дел по преступной организации «Скорпион» уже в суде. По ним проходит порядка 140 фигурантов. Зачищая магазины, наркоконтроль старается удалить из криминального бизнеса как можно больше персонала. Перекрывают международные каналы доставки. За год почти три десятка. Мы проводим активные мероприятия в отношении самих организаторов, также в отношении персонала, который занимается непосредственно раскладкой оборудованием тайников в закладах, который обеспечивает финансовую составляющую вот этого наркобизнеса, в том числе лица, которые рекламируют сами интернет-магазины. В каждом областном аппарате созданы подразделения аналитической разведки, который занимается именно анализом, получающим информацию именно посредством сети интернета. Понятное дело, что главная цель – это пресечь сам интернет-магазин, то есть администраторов, кто непосредственно этим занимается. Ну, идем по цепочке, то есть как по пирамиде. На вершине организатор, управляющий криминальной сетью в Даркнете. Попасть в этот бизнес легко, выйти – проблема. Согласитесь, абсурд. Оперативники их ловят пачками, они все равно идут, зная, что в Беларуси за это – большие сроки. Их бьют даже вышибалы этих же наркошопов за кражи просто так. Они все равно лезут в бизнес и несут Даркнет-нанимателям свои паспорта. Каждая история, где наркотик едва не стал последним в жизни подростка, на особым счету у правоохранителей. Их знают по именам. Буквально все. О причинах, ситуации в семье, стоял ли на учете у нарколога, прочее. И каждая такая история – повод для анализа, что стало спусковым механизмом, выяснить, чтобы не допустить вновь. Меня беспокоит и как сотрудника милиции, и лично как гражданина, как отца. Могу даже привести пример по Минской области. Приемный покой Минской областной детской клинической больницы было доставлено двое несовершеннолетних. Было установлено, что данные несовершеннолетние накануне днем в лесном массиве совместно употребили метадон. Оба несовершеннолетних причастны к распространению наркотических средств посредством сети интернет. В свой день рождения тот парень не видел ни друзей, ни подарков, ни счастливых лиц родных. Кома. Умер уже в 18, так и не узнав мир. Два если могли предотвратить гибель. Если бы отказался в тот день употребить, если бы друг не струсил и вызвал скорую. В 2022 году в стране зафиксировано 16 фактов передозировки наркотиками несовершеннолетних. К сожалению, одного подростка спасти не смогли. Основными видами психотропных веществ, которые мы изымаем на территории страны, являются такие особо опасные психотропные вещества, как альфа-ПВП и мефедрон. Даже однократное потребление указанных веществ может привести к летальным исходам. Путь от первого потребления до первой закладки, чтобы заработать на дозу, у Андрея прошел тоже по ускоренной программе. Слишком хорошими оказались учителя жизни. Мама не знала, а, возможно, не хотела верить, что сын – наркоман. Очередное его долгое отсутствие дома подтолкнуло женщину вызвать милицию. Судя по тому, что мы услышали, звонок просто спас парню жизнь. Человек на квартире. Мы там употребляем, может, на три. Я приходил домой вечером часов в 12. Потом обратно с утра уходили к нему. Потом у нас начали заканчиваться наркотики. Пошли искать то, что мы спрятали. Сейчас где-то был ночью, мне звонит на телефон мама, спрашивает, типа, где-то я не отвечаю и сбрашиваю трубки. Жуткий, пронизывающий страх – одно из самых частых сильных чувств солевых наркоманов. И Андрей понимает, его сверстники глубоко ошибаются. Эйфория не делает этот наркотик легким. Что там и в каких количествах кем-то намешано – непонятно. Гарантий дозировок нет никаких. Как и никаких гарантий, что употребление первое не станет последним. Из дома Андрей до этого убегал, осознав, что скатывается по наклонной, не нашел в себе смелости признаться матери и отчиму, что не оправдал их надежд. Когда я узнал, что передос этот уловит, я думал остановиться, но у меня не получалось. Знакомый с ловил передос. У него было при себе вес. Он подумал, что стучатся сотрудники милиции к нему домой. Он взял пакетик, высыпал в рот и прогласил все. Я боялся, что рано или поздно я могу умереть от этого. Матвей фактически стоял на крыше. Он точно знал, как покончит с собой. Весь жизненный план – закончить школу, устроиться на работу, завести семью – казалось рухну. Мне казалось, что меня никто не понимает, что я никому не нужен в этом мире. И то, что я ничего не добьюсь, то есть меня как будто не любят родители. А почему это тебе казалось, что родители тебя не любят? Мать круглосуточно практически была на работе, а отца у меня нет. Она приходила с работы, готовила покушать. Потом шла по магазинам, занималась домашними делами, потом ложилась спать и опять уходила на работу. А тебе чего хотелось от нее? Очень редко бывало такое, чтобы мы сели, просто пообщались за кружечкой чая. И это казалось чем-то таким необычным. Это случилось в девятом классе. По совету знакомого, душевную рану стал глушить наркотиком. Понял быстро – ощущение – края крыши никуда не ушло. У меня был один знакомый, которому было на тот момент 20 лет. Под воздействием нескольких наркотических веществ скинулся с седьмого этажа. Что ты почувствовал в этот момент, когда узнал? Не поверил. Поверил я в это только, когда присутствовал на похоронах и увидел его, лежащего в гробу. Тогда проникнула первая мысль, что, может, пора прекращать. Но это была всего лишь мысль, до реализации не дошло. Матвей корил себя за то, что быстро смог растерять все. Имея годовой средний балл в школе, почти девятку, четкие жизненные цели, просто упал в пропасть. Когда зачитывали приговор, первое, что я увидел, это то, как расплакалась моя мама. Затем расплакались родные моего подельника. Шесть лет, шесть месяцев лишения свободы. И тогда я понял, что это точка невозврата. И я не хочу потерять свою жизнь пустую. Как убедить общество в том, что наркотики – это зло? Все должны прекрасно понять, что это как оружие, это как граната. Да, если ты достаешь чеку, ты понимаешь, что если ты отпустишь ручку, она взорвется. То же самое здесь. Если ты переступаешь четкую грань – наркотики, либо не наркотики. Связь с ними – либо это уголовная ответственность за их хранение, либо продажу, либо употребление – это смерть. Всю ночь не спал, молился, кому только можно. Я уже думал, что, наверное, умру. Тебе было жалко себя или, может быть, маму? Больше родителей, потому что к тому моменту они уже догадывались, что я употребляю. Не хотел, чтобы они больше переживали за меня. Всегда говорил, что у меня все хорошо. Если бы я не попал в тюрьму, то, наверное, я свое будущее видел со шприцом в руке, допустим, или где-нибудь в подъезде, с пеной у рта. Можешь назвать свои три ошибки, которые привели тебя сюда? Взаимоотношения с родителями, наверное. Не такие, какие должны были быть. Это первое? Да. А второе? Круг общения. А что назовешь третьим? Наркотики. Почему взаимоотношения с родителями ты поставил на первое место? Потому что сейчас, когда попал сюда, понял, что надо было оценить то, что есть. Приходим в итоге к выводу того, что его нахождение в местах лишения свободы, хоть это и места лишения свободы, но это уберегло его от смерти. Они это понимают, они это ценят. Он освобождается несовершеннолетний и узнает о том, что его товарищ уже лежит, к сожалению, в гробу. И оно такое достаточно серьезное эмоциональное состояние, что я-то живой, но если бы я продолжил, если бы я там не находился, то, может быть, мы рядом где-нибудь лежали бы на кладбище. У каждого своя дорога к зависимости. Максима можно назвать потребителем западной культуры. С политикой снижения вреда от потребления, а не борьбы с наркотиками. И где в каждом втором молодежном фильме есть наркоман и не на последних ролях. Где в фильмах всегда было показано, что те, кто употребляет наркотики, это классные люди, крутые, и, наверное, хотел равняться на них. Удивительно, но когда жизнь дает резкий поворот, тогда и наступает переоценка ценностей. Что главное? Чего мы хотим на самом деле? Что любим? Кто любит нас? Так хочется, чтобы глаза на правду открывались раньше. Я считал, что я неуловимый какой-то гонщик, которого будет невозможно поймать. Потому что я умнее всех, лучше всех. У меня за годы употребления наркотиков образовалась компания, которой я абсолютно доверял. Она доверял во всем, то есть доверял свои деньги. Рассказывал всем, что с мной происходит. Сейчас я не получаю ни одного письма, ни каких новостей. Влад хотел быть похожим на отца дальнобойщика. Хотел отучиться на права с нужной категорией и колесить с отцом по миру. А надел робу заключенного. Мне было 15 лет, я ехал с тренировки по панкратиону. Мне на телефон поступил звонок от друга. Ну, он мне предложил заработать денег. Заманили деньги, легкие деньги. Как бы и сама уверенность друга, что ничего не будет за это. Сознание на глазах вспоминаешь? Да, это, ну, честно. То, что вот как общаешься здесь с людьми, они рассказывают свои истории, ты сравниваешь свою жизнь с ихними, ты будешь очень сильно похожа и никому не пожелаешь такого. Я жалею очень сильно о том, что попал в систему. В его короткой криминальной трудовой работа на наркомаркет, потом и кража у них же. А в личной биографии еще и предательство. Когда родители решили снова положить сына в клинику, отвернуть от наркотиков, он выдал им новое отравление. И три дня многокилометровых приключений в поисках своих же старых закладок, отчет о которых не успел отправить заказчику. Твои ощущения, когда наручники на тебя закрылись? Я понимал то, что будет большой срок, очень большой. То, что я уже никак не отключусь, потому что все улики, все налицо, и было страшно. Я прокручивал все моменты, что могло быть, если бы я не поехал, если бы я в тот момент не взял тот телефонный звонок. Было страшно, я плакал. Но я понимал то, что родители оставляю на очень долгий период жизни. Это интерактивная площадка в Центре безопасности МЧС. Яну, которая согласилась рассказать нам про свой, передоз, погружаем в атмосферу дискотеки. Уже на первых секундах по лицу девушки ясно, ситуация ей знакома. Как это с тобой произошло, расскажи. Я была на квартире, мне предложили попробовать. Я такая, ну ладно, давайте. А потом мне просто захотелось еще, и я начала искать. На квартире – это на молодежном жаргоне съездить погулять на флэп. Что это за место, видно, к примеру, на этом видео. Это группа такая. Постоянно пишут, типа, кого ищут выпить. Мы думали, там чистый алкоголь, там еще такое. Что стоит за слом «все такое» – лучше не уточнять. Вот эта девочка, к примеру, сказала маме, что останется на выходных в городе. В общаге сообщила, что едет на малую родину. А сама, судя по дырам на колготках, с лихвой вкусила новых ощущений. Флэты и вписки – распространенный способ вовлечения подростков в наркоманию. Вовлекают как раз сверстники. Мы все с вами прекрасно понимаем, что значит для подростка в переходном возрасте мнение о нем его компании и его знакомых. На таких вечеринках наряду с алкоголем предлагают, как говорят, безобидный наркотик, от которого будет просто весело. На самом деле все происходит совсем наоборот. Потребитель приходит с себя уже на утро и узнает, что с ним происходило уже от друзей или из интернета, куда его так называемые друзья выложили все это в тот же вечер. На практике на таких флэтах совершаются как насильственные, так и разратные действия сексуального характера. Интернет пестрит кадрами, как, потребив изрядную дозу наркотиков, молодые люди совершают такие действия, на которые в реальной жизни они никогда бы не отважились. Часто такие флэты и собирают, чтобы набрать видео для своих каналов, выложить то, что у нормального человека вызовет ужас. Для одних это возможность на волне хайпа набрать просмотров и подписчиков, для других элемент шантажа. Но для самих участников съемки, как правило, позор на утро. Одного употребления Яне хватило, чтобы застрять в этом надолго. Через две недели, признается, попробовала внутривенно. И очередной прием чуть не отправил по ту сторону Света. Ну, я в шкафу сидела, в шесть часов. Мне было очень страшно, у меня билось очень сердце быстро. Мне казалось, что вот-вот оно выпрыгло. Родители, как это часто бывает, о проблемах дочери узнали не сразу, лишь когда из дома стали пропадать вещи. Ну, то есть, как только я попробовала наркотики, я начала забывать на все. Ну, мне стало неинтересно вообще абсолютно ничего, мне только вот наркотики. Хотелось новых ощущений, ну, и с папой были иногда ссоры. Разногласия сейчас. И вот в моменты, когда я уходила с дома, это и произошло. Это новый подход к профилактике как употребления наркотиков, так и вовлечения молодежи в наркобизнес. Креативная инициатива наркоконтроля – оригинальное воплощение в жизнь Центром безопасности МЧС с участием белорусских айтишников и столичных властей. Центр и вовсе уникален не только в нашем регионе, а на этой площадке реальность картинки пробивает даже прочную эмоциональную броню подростков. К слову, самому юному выявленному потребителю наркотиков всего 13. Им представляется возможность посмотреть эту ситуацию с двух сторон. С одной стороны, они видят, что же бывает, если все-таки согласиться принять наркотики и последствия как для самого покупателя, так и для продавца наркотических средств. А с другой стороны, они все-таки могут сделать правильный выбор и отказаться от принятия наркотических средств. Как ощущения? Не знаю, что вот здесь немножко жало. Жало немножко, скажите. Решетка – свет в окошке далекой недоступной жизни, с ее радостями, новыми знакомствами. История подростка за решеткой детей заставляет думать. У них есть возможность задать вопросы, посмотреть, что будет, что было бы, если бы они совершили один такой поступок, какие правовые последствия получают. Могут на себя ощутить какие-то визуальные, медицинские последствия от принятия наркотических средств. Наркобизнес в 1922 году отправил в колонию 109 несовершеннолетних. И это плюс-минус все ее сверстники. Я видела, как люди весь подъезд разбирают. Ну, это страшно. Вот ты как собака просто ищешь, ищешь что. Вот ты думаешь, ты найдешь это. Как правоохранителям достучаться до детских сердец? Понимая, что традиционные способы профилактики где-то уже не работают, подключают молодежное мышление, уходят в ТикТок и соцсети, раздают креативные флайеры вместе с пиццей. Предлагают заглянуть за колючую проволоку. Общение в виде режима зум-конференции с заключенными. Несовершеннолетние задают вопросы заключенным, которые отбывают наказание за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. И, в свою очередь, заключенные отвечают на эти вопросы, рассказывают, как они оказались в этой ситуации. Мы, по сути, еще год назад могли сидеть за одной партой с этими детьми. И дети сочувствуются, переживают и примеряют на себя судьбу этого несовершеннолетнего заключенного. Мы надеемся, что они делают для себя определенные выводы. Мы организовали смарт-моб для детей на лучший видеоролик, снятый с помощью мобильного телефона. Работы конкурсантов размечались на видеохостинге ТикТок для просмотра и голосования. Кстати, всего поступило почти полторы тысячи заявок. Только за две недели конкурса работы юных блогеров просмотрело порядка 240 тысяч пользователей. Мы же еще работаем не только с детьми, мы еще работаем с преподавательским составом, с социальными педагогами. Мы обучаем лиц, которые непосредственно работают с детьми о тактике и методике выявления первичного наркопотребления для того, чтобы получать очень оперативные эти сведения. Мы знаем актуальность проблемы и упускать ее нельзя. Колония для несовершеннолетних, понятно, не санатории. Здесь все по четкому графику. Режим из-за колючей проволокой. Та самая свобода, друзья, влюбленности. Бобруйские на перевоспитании парни. Для них здесь и школа, уроки, как на воле, по всем предметам, без возможности не выучить домашку. И есть обучение дистанционное в ВУЗе. Все вот эти вот воспитательные мероприятия, физкультурно-спортивные мероприятия, они дают ему понять несовершеннолетнему, что есть социально одобряемые способы добиться успеха в этой жизни. Все соревнования, которые мы проводим, все кубки, дипломы, медали, то, что выручаем, иногда вызывают недоумение у родителей даже. Он говорит, он до этого никогда этого не зарабатывал. Он получал в лучшем случае повестку в орган внутренних дел, чтобы явиться там, дать какие-то показания. Пока писали интервью, слышали, с каким азартом осужденные играли в хоккей. Из развлечений здесь книги для многих страниц на ощупь – это впервые. Можно проявить себя в творчестве, песенном, в художестве, раскрыть другие таланты, само собой спорт. Государство делает все возможное, чтобы вернуть этих молодых людей к жизни. Если так рассуждать, то, конечно, человек, который убил кого-то, он следит за убийством, отбывает за это срок свой. Он убил одного человека, например. Тот, кто распространял наркотики, он не знает в конечном итоге, сколько он убил людей. Есть смертельные случаи, есть то, что распадаются семьи, не рождаются где-то дети и так далее и тому подобное. Поэтому здесь даже более глубокие, наверное, последствия распространения наркотиков. Вот сейчас, когда они попали в места лишения свободы, они начинают это осознавать. Спецучилище Андрей получает профессию. Теперь он может не только столярничать, но и сложить, к примеру, камин. Говорит, творить руками интересно. Как важно дать надежду каждому подростку, кто на грани, кто вот-вот готов оступиться, кто потерял счастье в семье или в общении с друзьями и в поисках счастья искусственного. Если бы даже мне меньший срок дали, не два года, а, допустим, месяцев шесть, мне бы это не пошло на пользу, потому что я вышел бы. Шесть месяцев ничего не помогло, и я бы продолжил. По окончании срока парня ждет 11 класс. И он рад, что его глубокая яма, наконец, засыпана. Я выйду отсюда, у меня уже три профессии, мне пока что, думаю, этого хватит. Максим уже рисует в голове дизайнерские макеты. Думает, как сделать мир вокруг ярким, хочет быть ландшафтником. Более чем 90% говорят о том, что если бы выпал второй шанс, они бы не сделали этого. Но, наверное, жизнь покажет. Матвей, как и Максим, тоже дистанционно получает образование, улыбается, будет психологом. И теперь понимает, как это работает, когда ты на краю. И так хочется, чтобы тебя поняли, услышали, обняли, наконец. И не дали совершить ошибку. Ведь когда наступает трезвость, все не хотят примерно одного и того же. Обычную семейную жизнь. Я хочу обычного семейного счастья. То есть свой дом, свою стабильную работу, которая приносит мне стабильный заработок. Семью, детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова